Здравствуйте, друзья! Наступает новый сезон, чтобы посадить семена, прорастить рассаду. Как готовимся к новому сезону? С чего нужно начинать? Начинать желательно с инвентаризации. Найдите все семена, которые у вас остались с прошлого года и проверьте их. Во время инвентаризации вы выясните, какие еще семена нужно купить, а какие есть в наличии. Разберите все пакетики с семенами и разложите их, например, в лафовитном порядке или под каждую клумбу, под каждую грядку или под каждую теплицу. Хорошо также разделить семена, требующие предварительного проращивания, и отдельно положить семена, которые вы посеете сразу в грунт. Так вы случайно не забудете какой-то вид растения, который останется не посеянный в правильное время. И также в конце проверьте каждый пакетик с семенами, какой у него срок годности. Если срок годности семян уже вышел, вы также можете попробовать их прорастить, проверить схожесть семян. Так, что у меня получается в этом году? Здесь укроп один пакетик, розмарин один пакетик и петрушка. Все нормально, всех семян по одному пакетику. Также у меня морковка, лук, огурец. Два пакетика капусты, кейл. Астры разных видов. Какой-то американский микс, принцесс-микс и принет-микс. Вот этих семян у меня, космос, космея, у меня аж 4 пакетика. Нужно будет их посмотреть. Они, может быть, разных сортов. Вырастают разной высоты. Значит, здесь 75 сантиметров высота. Здесь 60-90 сантиметров. 30-50 сантиметров маленькие, низкорослые. Это 100-120 сантиметров, очень высокие. И эти 75 сантиметров. Для каждого можно найти какое-то свое место. И дальше цветов, цветы, маки, цинии и так далее. Здесь получается всех по одному пакетику, нет повторяющихся. И бархатцы. Тоже трех разных видов. Это маленькие 20 сантиметров вырастают. Это тоже 20 сантиметров. И вот эти 50 сантиметров. В результате разбора вот такое количество семян у меня оказалось с просроченным сроком годности. Что нужно сделать? Эти семена нужно проверить на всхожесть. У всех наверняка так получается, что в своей коробке с семенами вы находите пакетики и срок годности семян уже прошел. Схожесть старых семян все же легко проверить пробным посевом. Таким же способом проверите и семена, которые вы собирали сами. Тестовый посев означает посев небольшого количества семян в тестовую среду, чтобы выяснить прорастут ли семена. Пробный посев можно сделать еще зимой. Ведь цель пока не в том, чтобы вырастить рассаду из пророщенных семян. Что мы попробуем? Я, например, могу попробовать свеклу. Срок годности вышел в сентябре 2019 года. Лук репчатый. Срок годности вышел в сентябре 2022 года. Есть еще один лук. Здесь срок годности вышел в сентябре 2022 года. Как проверить семена на всхожесть? Нужно взять, например, бумажные полотенца, намочить их и посеять небольшое количество семян. Здесь я положу свеклу. И рядом добавлю лук. Держите семена влажными, пока они не начнут прорастать. Процент схожести семян тем выше, чем больше семян проросло. У семян, которые действительно хорошо прорастают, процент схожести близок к 100. Если семена плохо прорастают, их все равно можно использовать. Тогда просто сеять их чаще, чем обычно. Эти семена нужно еще накрыть каким-нибудь пакетом или пластиковой какой-нибудь крышкой прозрачной. Когда семена прорастут, отметьте процент схожести протестированных вами семян или какую-то другую важную информацию о схожести на пакетике с семенами, которые вы тестируете. Готовьтесь к новому сезону и проводите инвентаризацию своих семян. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok